Всем привет, с вами Лурк, и сегодня я расскажу, как отстоять свои права, если вы отравились едой из магазина или кафе. Думаю, каждому из нас приходилось сталкиваться с пищевыми отравлениями, штука весьма неприятная, и хотелось бы с этим не сталкиваться. Если вы купили продукт в магазине, а потом пошли очень долго разговаривать с белым другом, а то и вовсе попали в больницу, то у меня есть две версии произошедшего. Или же вы, как и я, не любите выбрасывать продукты и до последнего думаете, что они свежие, даже если это пирожок, который пролежал три дня на столе. Или же вы купили изначально некачественный товар в магазине. Об этом сегодня и пойдет речь. Заранее скажу, я не юрист и могу ошибаться, поэтому перепроверяйте всю инфу, которую даю вам я. Своим видео я лишь хочу подтолкнуть людей в направлении этой темы, чтобы если с вами произойдет такая оказия, вы не думали, что делать, а четко знали порядок своих действий. А, и да, если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Итак, поехали. Ну, для начала начнем с того, что закон полностью на нашей стороне. Согласно статье 7 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей, потребитель имеет право на то, чтобы товар, работа или услуга при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни и здоровья потребителя. Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу. А это уже статья 1095 Гражданского Кодекса Российской Федерации. И та же самая информация изложена в статье 14 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей. Но тут, как я сказал ранее, важно помнить о том, что если вы, как и я, не любите выбрасывать продукты, а затем травитесь, здесь вина за отравление лежит полностью на вас. Это пункт 5 из статьи 14 Закона РФ о защите прав потребителей. Но что же делать, если вы отравились? Для начала, после того, как вы отравились, решили твердо отстаивать свои права, нам нужно собрать необходимые доказательства вашего отравления. Первое, что нужно сделать, это обратиться к врачам. Вызовите скорую помощь или обратитесь к участковому врачу. Расскажите о продуктах, блюдах, которые вы ели. Медицинский работник задокументирует факт отравления, опишет состояние вашего здоровья и укажет возможную причину вашего недомогания. Также не стоит забывать о том, что нужно сохранять чеки из магазина. Заведите привычку хотя бы несколько дней хранить чеки от покупок в магазинах, кафе и ресторанах. Впрочем, если чека нет, свидетельствами станут показания очевидцев или выписка с банковской карты, по которой вы рассчитывались. Также важно помнить, что согласно пункту 5 статьи 18 закона о защите прав потребителей, отсутствие у потребителя кассового или товарного чека, либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требования. Следующее действие, которое вы должны предпринять, это написать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы инициировать проверку продукции. Укажите контакт из заведения, в котором вы отравились, или магазина, где приобрели некачественный продукт. Приложите копии чеков, заключение вашего лечащего врача. Надзорная организация, в свою очередь, даст вам ответ, проведет проверку заведения и сообщит вам о результатах. Конечно, если заявление оформлено по всем правилам. Дальше проведите собственную экспертизу, если некачественная еда приобреталась в магазине, и у вас имеются остатки, отдайте их на анализ в районную СЭС или любую другую санэпидемстанцию. После того, как вы везде все написали и сдали на анализ, обязательно напишите претензию в магазин. В претензии опишите возникшую ситуацию и приложите доказательства. Копии чеков, заключения врача, чеки на оплату лекарств и так далее. Укажите, на какую сумму денежной компенсации вы претендуете и почему. В эту сумму вы можете заложить и компенсацию морального вреда, и доходов, которые вы определенно могли бы иметь, но лишились в связи с болезнью. Это, кстати, часть первая статьи 10.85 Гражданского кодекса Российской Федерации. Претензию обязательно пишите в двух экземплярах. На каждом экземпляре претензии сотрудник заведения должен поставить печать организации, дату, когда была принята претензия и свою подпись. Один из экземпляров оставьте себе. Если у вас принимать претензию отказываются, отправляйте ее по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении. Затем, если ситуацию не получилось разрешить в досудебном порядке, обращаемся в суд. Для суда, в идеале, нам понадобятся следующие бумаги. Чеки на покупку товара, справку с диагнозом, результаты ваших анализов, чеки на оплату врача, медицинских процедур, покупку лекарств, претензию, направленную вами в адрес продавца и ответ на претензию, если таковой имеется. Результаты исследования продуктов в СЭС, если есть. Также требуйте возмещения утраченных доходов. Для этого к иску приложите справку о нетрудоспособности, выписной эпикри, справку с места работы, подтверждающую ваш ежемесячный заработок. Размер утраченного заработка рассчитывается на основании этой справки. Также требуйте компенсации морального вреда. В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителям, продавцом, индивидуальным предпринимателям, импортерам, прав потребителя подлежит компенсации причинителям вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Абсолютно все те же действия нужно совершать, если вы отравились в кафе или ресторане. Ну на этом, пожалуй, всё. С вами был Лурк. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok